Здравствуйте! Есть вещи в нашей жизни, которые с точки зрения логики объяснить невозможно. Почему нам снятся вещи и сны? Почему, попадая в какое-то незнакомое место, нам кажется, что мы здесь уже были? И почему иногда слово может изменить судьбу? Это программа «Тайна жизни». И мы начинаем. Сегодня в программе «Съедобное, несъедобное». Там что-то из предметов, которых любопытно рассматривать. Над ним потрудились. Не вижу, что один цвет. Такое ощущение, что этот предмет как бы переделывали. Ясновидящим предстоит определить содержимое черного ящика. Отведай ты из моего кубка. Чистая вода или я? Смогут ли наши участники узнать это, лишь взглянув на бокал? Автомобиль. Друг или враг? Рекомендую продать, потому что такие пожелания, они никогда не бывают напрасными. Что машина может рассказать о своем хозяине? Прежде чем предложить экстрасенсам очередные испытания, я хочу напомнить их имена. Евгения Кузубова. Целитель. Ну, очень часто так бывает, да, что с одного взгляда или по голосу человеку можно понять, чем он болеет, да, или какие у него проблемы. Дардо Кусто. Парапсихолог, потомственный шаман. Вселенная, дружеская такая система, и высшие силы слышат нас всегда. Татьяна Цехановская, ясновидящая таролог. Когда человеком работаешь, здесь как сапер, здесь нельзя ошибиться, потому что это судьба. Изольта, потомственная колдунья, хранительница тайных знаний. Я являюсь потомков жрецов и королей Севера, славных гроссов. В моих жилах течет именно их кровь. Они обладали даром ясновидения и абсолютно четким пониманием ситуации. Изольта – лидер по итогам предыдущих испытаний. Что может лучше подтвердить наличие у человека необыкновенных способностей, чем возможность увидеть то, что не видно другим? И потому ставший традиционным конкурс «Черный ящик». Вам нужно определить, что находится в черном ящике и сколько. И первым я приглашаю принять участие в этом испытании Дардо. Наш первый участник Дардо сразу ощутил, что предмет в черном ящике не совсем обычный. Идет ощущение, что эту вещь можно как-то собирать. Почему-то вот словно как дети играют в пазлы, составляют какие-то картинки. Может быть, этот предмет состоит из нескольких составляющих. Что-то на уровне головоломки, то, что заставляет задуматься. На этот раз в черный ящик мы поместили предмет одновременно простой и сложный. Это банка с солеными огурцами. Сделать сей шедевр кулинарного искусства не представляет особого труда для любой хозяйки. А насколько сложно будет экстрасенсам? Удастся ли им уловить энергетику разных материалов, почувствовать атмосферу домашнего тепла и уюта? Там что-то из предметов, которых любопытно рассматривать. Этот предмет, он вызывает какое-то любопытство, интерес. Мне бы хотелось смотреть. Однако, чем больше Дарда смотрел на черный ящик, тем дальше он уходил от истины. Давайте посмотрим, что скажут нам символы карт Таро. Выпадает карта Паш Пентаклей. Это что-то такое любопытное, хорошее. Ну, карты Паш Пентаклей означают, что это что-то связано с детством, возможно. Также это карта приключений. Но в любом случае от этого предмета, находящегося здесь, то, что находится здесь, исходит какая-то теплая энергия. Это что-то такое, возможно, что связано с игрой. Ну, лично мои ощущения именно такие. Вы готовы ответить, что находится в черном ящике? Ну, что-то такое вот прихорошее. Тогда я прошу вас садиться. Ясновидящая Изольта буквально сканировала черный ящик. Вы так всматриваетесь в ящик, вы можете увидеть насквозь, что там лежит? Стараюсь. У нас это называется трехмерным зрением. А вы можете диагностировать, например, какую-то болезнь человека? Да, с человеком проще гораздо. Субстанция живая, как и мы. Мы боль и заболевание чувствуем на себе, на собственных органах. Посему научились разбираться, что болит у человека. С предметами нежилыми гораздо сложнее. А почему? У них, они не передают информацию так быстро, как люди. Ну, я понимаю, что предмет один и тоже состоит из нескольких элементов. А предмет... Сам по себе один. Один. Ну, это не животное, это не человек, это не муха, это не собачка. Так. То есть, вам кажется, что это искусственный предмет? Ну, как вам сказать? Опять же говорю, неоднозначный ответ. Почему? Потому что над ним потрудились. Интересно, а что почувствует наша следующая участница, Евгения Кузубова? Такое ощущение, что этот предмет как бы переделывали. Да. Переделывали? Есть такой материал, да, который в природе одного вида, но потом его переделывают в другие вещи. Вот такое у меня ощущение сложилось. Интересное ощущение. А что же это за материал? Пока не скажу. Посмотрим. Наша следующая участница, Татьяна Цехановская, совершенно справедливо отметила, что и сама может сделать то, что сейчас находится в черном ящике. Почувствовалась такая информация, что я его сама могу лично собрать и разобрать. Понимаете? Значит, предмет это точно, он не живой. Но вы знаете, мне идет такая информация, что этот предмет, что-то связанное, либо это там есть либо бумага, либо дерево. Почему-то мне так вот, почему-то что-то такое есть. Я увидела несколько людей, которые могут это собирать. Не один человек, может, не один сидеть, а несколько, и всем будет интересно. Вот. И этот предмет почему-то, я его тоже целиком вижу, но он состоит, вот, одна часть такая побольшая, вот, из двух цветов это точно, и другая часть, которая вставляется туда. Вот разные цвета, не вижу, что один цвет. Такой холод идет. Хотя вроде бы, да, холод идет. Вот. Этот предмет, знаете, если его делали, то делали давно. Он уже где-то был, уже он как-то растратил свою энергетику. Либо люди его держали, и уже произошла эта энергия по многим людям. Вот. А так он неровной формы. Нету такого, что четырехугольный, например. Какая-то форма непонятная даже. Некоторые его детали ближе к круглым. Я больше смотрю отношения, поэтому мне иногда информация не идет полная. Вы знаете, я говорю, вот, карта говорит о том, что наблюдают люди. Вот многие, вот, один делает когда, некоторые другие могут наблюдать. В любом случае, я нарисую то, что я там вижу. То есть версия у вас в жизни? Версия, да, есть. И поскольку все наши участники располагают версиями по поводу того, что же находится в черном ящике и сколько там предметов, я прошу вас взять таблички и написать на них ответ на эти два вопроса. И теперь я попрошу вас показать нам ваши ответы. Дарда, вы написали предмет искусства. Ну, вначале, когда я подошел к этому черному ящику, я увидел пазлы. То есть то, что нужно собирать очень долго и тщательно. Ведь пазлы собираются не так быстро. И для этого нужно потратить усилия, энергию, а самое главное время. И поэтому я думаю, что там что-то такое красивое, которое может украшать декор помещения. Ну, мой ответ, что это предмет искусства. Мне четко пошли вот какие-то округлые две, значит, два каких-то узора округлых. И туда внутрь надо между ними что-то вставлять. Вот. И оно почему-то закрывается. Но мне такая информация идет. Ну что же, не буду вас больше мучить. И раскрою секрет, что же находится в нашем черном ящике. Все вы сказали, что этот предмет состоит из нескольких предметов. И вы были правы. Более того, многие из вас сказали, что эти предметы имеют разный цвет. И тут вы были правы. Кроме того, вы сказали, что это очень приятный предмет. Скажу более того, он очень вкусный. Потому что в черном ящике банка с огурцами. Как видите, Евгения Кузубова совершенно точно указала предмет. У меня пошел один предмет. То есть предмет из стекла. Что-то такое стеклянное. Да, что-то. Или бутылка, или банка. Что-то такое. То, что внутри не смотрела. Поразительно. Но изольте удалось распознать не только банку, но и то, что находится внутри. Здесь очень любят эту еду. Я сама обожаю огурцы. И почему я говорила, что не совсем живой предмет. Оно и живое, и не живое. Потому что все-таки когда-то они росли. Они были живыми. Таким образом, верный ответ дали только два экстрасенса. И Зольта, и Евгения. Выводы Дарда оказались далеки от истины. Татьяна, озвучив много важной информации, в итоге все же ошиблась. Смотрите далее. Чистая вода или яд? Смогут ли экстрасенсы предотвратить трагедию?